Несколько квадратных метров земли в микрорайоне Новая Дерявиха стали яблоком раздора. С одной стороны жители дома номер 56, который установили на парковке металлические столбики. С другой стороны все остальные жители микрорайона, которым стало сложнее проезжать по общей, к слову, единственной здесь дороги. Ну это земля места общего пользования. Дорога здесь очень узкая. И жители захватили дорогу практически. В результате в зимнее время у нас целая проблема проехать будет. У нас заблокируют дорогу в Рождественском микрорайоне, в Руа, в Мерлен. И здесь будет коллапс. А здесь проживают очень много семей с детьми. И выехать отсюда в случае чрезвычайных ситуаций все это будет очень проблематично. Никто не имел права эту дорогу захватывать. И при тем, как вот такие вещи ставят, должно быть проведено собрание собственников жилья, должны были предоставлены правоустанавливающие документы, которых в общем-то их нет. Должен быть проект согласованный с ГИБДД с 0.1, с 0.2, с 0.3, с 0.4. Потому что в принципе мы живем в достаточно районе, который является, ну как скажем, представляет техническую угрозу. Потому что здесь газовое оборудование, все. Так что здесь все очень серьезно. Собственники квартиры в многоэтажке под номер 56 посчитали территорию у дома своей. Хотя законных оснований на это у них не было. Данный земельный участок, где расположены как раз вот эти столбики, ограждающие, находится в собственности физического лица, относящегося к застройщику. Соответственно, в один прекрасный момент жители данного дома взяли и установили самостоятельно эти столбики. Никого не спросив, ни с кем не согласовав. То есть даже не подумав о том, на какой они глубине и какие коммуникации могут в данном случае повредить. Отстоять право на территории, которая должна быть общественной, оказалось не так просто. Однако, по итогам разбирательства в полиции, администрации, правда, все же оказалось на стороне жильцов микрорайона. В демонтаже граждения имелись все необходимые документы. Хотя без скандала не обошлось. С какого перепуга они должны их спиливать, а не вытаскивать? Демонтаж какой должен? Домовая территория? Дальше что? А мы за эту общую домовую территорию платим? А вы не платите, это не ваша домовая территория. Как это? Ну, значит, мы тогда перекроем детскую площадку. Перекроем? Перекроем. Присутствие полиции при демонтаже незаконного ограждения оказалось совсем не лишним. Жилец 56-го дома попытался воспрепятствовать входу в подъезд. А вы ничего прежде не скажете? Вы прежде не скажете, ничего. Чего? Умные что ли? Умные что ли? Слышь, я тебя сейчас в той щу разговаривать будешь. Не выражаюсь, уважаемый. То есть, это саду. Отношения конфликтующие стороны выясняли долго. А вот сам процесс демонтажа металлических столбиков оказался делом минутным. Что интересно, территорию парковки застройщики успели заасфальтировать, но только одним слоем асфальтобетона. Уложить второй помешало самовольно возведенное ограждение. Теперь препятствий и не для проезда машин, ни для дальнейшего благоустройства не будет. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует... Продолжение следует...